Привет! Я Дмитрий Фреско. Старый год на исходе, чего не могу сказать о своем энтузиазме. Надеюсь, вы со мной. До новогодних праздников всего ничего и вы наверняка уже определились с основным блюдом. А десерт выбрали? В новогоднюю ночь жалко тратить много сил на кулинарные изыски. Ну и хороший десерт для застолья, как вишенка на торте. Я предлагаю вам ну очень простой рецепт, который настолько хорош, что не оставит равнодушным никого. Тем более, что его можно легко изменить по своему вкусу. Тем более, что можно кое-что приготовить заранее, даже за день. И только перед подачей сложить всю форму и подрумянить в духовке. Встречайте яблочный крамбл! Итак, мне понадобятся кисло-сладкие твердые яблоки. Сорт Гринни Смит отлично подойдет. Сахар, сливочное масло, корица, мука, орехи, лимон, ваниль. Я тут стал владельцем дико хитроумного девайса, вершины инженерной мысли. И теперь чистка яблок из достаточно скучного занятия превратилась в очень увлекательный процесс. Всего за неделю я заколебал свою семью разнообразными блюдами из яблок. Положу кусочек паста на сковородку и сразу следом отправлю туда сахар. Пока готовится карамель, порежу яблоки. Карамель держим под контролем. Отправляем яблоки в сковородку. Добавлю корицы. Сначала не дадут обельный сок, на сильном огне выпырю его. Немного лимонного сока оставляем на небольшом огне. Теперь займемся второй составляющей. смешаем одихи, сахар, муку, разбегченное сливочное масло. И добавим немного ванили. Задеруха готова. Яблоки тоже. Теперь можно убрать в холодильник все как есть до момента использования. А у меня он уже наступил, поэтому сразу по формочкам. Ну или в одну большую. И в духовку. 10-15 минут при температуре 180 градусов. Десерт готов. Крамбл по-английски значит крошиться. Собственно крамблом является та самая смесь из масла, муки и сахара, которую мы перетираем. По-русски затеруха. Для начинки можно взять любые фрукты и ягоды во всевозможных сочетаниях. Можно их искупать в карамели, можно не купать. Твердые стоит поддержать ней подольше. Мягкие сливы, персики, нектарины просто присыпать мелким сахаром. Сухофрукты хорошо бы предварительно немного проварить в небольшом количестве воды. В затерухе треть муки можно заменить геркулесовыми хлопьями, добавить цедру лимона, апельсины или натертый шоколад. А можно просто раскрошить миндальное печенье. Или подсушенный белый хлеб, смешав его с маслом и мелким сахаром. Ароматизировать можно как начинку, так и затеруху. А то и все вместе. Используйте кардамон, ваниль, корицу, анис. Можно добавить маленькую щепотку перца, можно преснуть на просто кром или коньяка. Или ликера. Это классический домашний десерт, быстрый и несложный. С ним справятся даже дошкольники. Зимние каникулы – лучшее время для совместных экспериментов на кухне, если вы торчите дома. Пригласите друзей, вручите каждому по формочке, и пусть каждый соберет себе начинку по вкусу. Или смешайте все в одной большой и заварите побольше крепкого чая, чтобы ничего не слиплось. С Новым годом и Рождеством! Понравилось? Пальцы вверх! Подписывайтесь на канал, будет интересно. Начнем Новый кулинарный год с очень вкусного, очень простого, очень эффектного яблочного десерта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова